Рома решил приготовить мучка лица и расскажет нам секреты приготовления. Секреты, но я делаю это первый раз, но делаю все по рецепту. Я купил свинину, где-то там около 700 грамм. Ее надо обжарить в масле вместе с солью и перцем. Я пока только засыпал мясо, сейчас буду пыльщить и солить. Главный момент, чтобы блюдо точно было готово, готовилось хорошо, чтобы было вкусненько. Бокальчик вина для шеф-повара, да? Угу. Мы все видим. Хорошо так поперчили, да? Ну да, надо не жалеть специй, никогда не жалеть специй. Ну, соли главное не пересолить, это как обычно. Короче, обжариваем мясо до румянца, как там говорится. Чуть-чуть добавил масла, чтобы оно не пригорало, но сказали это сделать в этом же, в этой же кастрюльке, где я буду готовить, поэтому я так и делаю. Ну, мясо у нас сочное, поэтому я решил немного с ней слить воды, что будет очень долго оно поджариваться, оно потом еще будет долго томиться на медленном огне, поэтому я просто солью воду сейчас. А мясо свинина или говядина? Свинина. Мучка лиц идет свинина, да? Можете любое мясо выбирать, что вы хотите. А в классическом рецепте все-таки? Ну, вообще свинина. Ставим мясо на сильное огонь, чтобы оно поджарилось, и пока мы нарезаем лук полукольцами, там, где смел. Полукольцами мягкие. Рома еще решил натереть и добавить морковку. Одну морковку я еще натерел. Это, по-моему, уже свое... Ну, это пока мое личное, но чем больше овощей, мне кажется, тем вкуснее будет. Еще очень обязательно купить красную паприку, то есть без нее никак. То еще понадобится молотая, но в основном, ну, достаточно одной на кастрюльку красной паприки. Ну, и обязательно чеснок. Я лично люблю готовый чеснок. Он подает очень классный запах. Вкус. По рецепту сказано, что пока мы обжарили мясо, его надо достать и в этот же сотейник... Ну, в кастрюлю. Хорошо положить... Обжариваться лук вместе. Ну, я положу вместе с морковкой, так как я хочу морковку тоже. Нарезаем паприку. Мелкими кусочками, ну, я люблю. Достаточно крупно нарезал, да? Да, я крупно нарезал, но это, там, вроде сказано, не сильно мелко нарезать. Надо 2-3 головки чеснока. Я думаю, зубочка, а не головка. Ой, зубочка, да. Потому что будет очень чесночная, если будет. Массе все надо, даже когда чеснок... Да, Массе? Попрошайку. Нарезаем чесночок. Основной ингредиент готовки... Это бокал вина, потому что на Балканах без вина никак. Минут пять потушились наши морковка и лук. Добавляем туда уже чеснок. И перец красный. И еще красный перец. Покажите, что-то уже. Ну, это паприка молотая. Вот такая вот. Вот уже открыто. Угу. И там сказано, что класть ее надо побольше, так как это основа. Всего, все, и мучка лица, поэтому там сказали, две. И чайные ложки. Она не сильно острая, поэтому я не боюсь. Но конкретно эта, это сладкая паприка. Потому что точно в таком же пакетике можно купить и острую. Поэтому нужно смотреть, что вы покупаете. Острая она будет действительно острая, поэтому она любителям будет, если так много острого будет. Отключаем мясо обратно туда же. Прыгивать. И у нас еще по рецепту идут томаты. Вот такую вот баночку томатов я купил, итальянская Дивелла. Я положу, наверное, на всю. Я люблю томаты вообще и томатный соус. И я думаю, получится вкусно. Эти томаты собственного соку. Они без соли, без всего. Очень вкусно вообще их добавлять. Я их добавляю почти везде. В суп, в болоньезе, в овощные какие-то пасты. Они прям целенькие такие. Сейчас покажу вам поближе. Сейчас. Вот они прям целенькие. Но они без кожуры, поэтому пока будем мешать, они растолкаются. Все это очень хорошо перемешиваем. Там сказано еще посолить, но я, по-моему, достаточно посолил. И ставим на медленный огонь. Вот у меня сейчас пятерка. Ставим, наверное, на двойку. Там сказано на час или на полтора. Ну, через час посмотрим, что получилось. Выглядит через час томление. Пахнет очень вкусно. Сейчас буду пробовать. Ну, что я могу сказать? Очень вкусно. Оно пока еще остывает, но я уже попробовал. Я чуть-чуть не засолил. Но я считаю, что это лучше, чем присолить. Засолить можно всегда. Но, как для первого опыта, мучка лица очень вкусна. Приятного аппетита!